Что происходит с ипотекой в 2023 году? Какие теперь условия у банков? Чем отличается обычная ипотека от той, которую дают от Басыбанк? И, конечно же, то, что всех волнует. Где лучше и выгоднее брать кредит? Рассмотрим размеры ставок, платежей и многое другое. Кстати, я Аруна и с вами Крыша. Подписывайся, чтобы не потерять нас. Кеттек! В Казахстане 40% квартир покупают в ипотеку. В среднем люди занимают 14 миллионов тенге. А кто-то вообще в прошлом году взял ипотеку на сумму 227 миллионов. Активнее всего ипотеку брали в октябре. Есть версия, что на это могла повлиять подорожавшая аренда. Те, кто уже планировал покупку, подсуетились и взяли. Еще интересный факт. Количество молодых людей, которые берут ипотеку, непрерывно росло весь прошлый год. Это на самом деле радует. Может говорить не только о внешних обстоятельствах, которые вынуждают брать, но и указывают на осознанность молодых. Что изменилось в этом году с ипотекой? Во-первых, есть несколько возможностей купить жилье. Первое. Госпрограммы. Но на них могут рассчитывать только очередники, уязвимые слои населения. Второе. Ипотека для тех, у кого нет жилья. 7-20-25. Правда, финансирование в банках ограничено, поэтому не все успеют оформить ипотеку по этой программе. Третье. Удбасы банк, где нужно копить 50% стоимости. Как минимум 3 года. Или же внести их сразу. Но тогда условия кредитования будут жестче. Четвертое. Коммерческие ипотеки от банков второго уровня. Про госпрограммы мы снимали отдельный ролик. Он появится на экране. Давайте начнем с 7-20-25. Программу продлили, но по ней очень сложно найти подходящую квартиру. Потому что подходит только первичка, введенную в эксплуатацию. Таких объектов почти нет. Плюс есть лимит по стоимости, который еще больше сужает выбор. В итоге подходящих квартир мы нашли всего 8 в Астане и 5 в Алма-Ате. В черте города цена первички с черновой отделки минимум от 28 миллионов. А в пригороде от 26, тогда как лимит для городов 25 миллионов. Но некоторые застройщики используют серые схемы продаж. Они заключают договоры раннего бронирования. Иногда предлагают не указывать реальную цену в договоре. При этом разницу нужно внести наличкой. Берут задатки. Подозреваем, что большинство сделок по этой программе именно такие в обход условий. Риски для покупателей, конечно, есть. И они достаточно велики. Оператор программы комментирует это так. Будьте осторожны. А теперь про вторичку ипотеки обычных банков. Сейчас в Казахстане ипотеку выдают 7 банков. Условия. На экране видите примеры расчета. Если вы хотите купить жилье за 15 и 30 миллионов тенге, включая первоначалку, срок брали максимальный. Наше исследование показало, что самая низкая ставка, не считая от басы, у Freedom Bank от 17,3%. У них же самая низкая сумма платежа в месяц за ипотеку. 154,5 тысячи тенге, если жилье стоит 15 миллионов тенге. Но первоначалка на руках должна быть в размере 30%. Есть банк Forte, где можно взять ипотеку с первоначалкой 15%. Но платеж и переплата будут намного больше. Если вам делали расчет по ипотеке недавно, напишите нам, пожалуйста, в комментариях. У банков система расчета может меняться от случая к случаю. Ставка начисляется индивидуально. Чтобы оформить ипотеку, исходя из наших расчетов, нужно зарабатывать не меньше 500-800 тысяч тенге. Не забывайте, что если у вас есть кредиты, то вместе с ипотекой они не должны превышать половины вашего дохода. Поэтому до ипотеки погасите все кредиты. Это повысит шансы на получение кредита. Да и вам будет легче. Чтобы взять кредит, вы должны быть гражданином Казахстана. Возраст от 21 года до 63. Иногда допускаются заемщики старше, но на момент окончательной выплаты возраст не должен превышать 68 лет. Также важно залоговое имущество. Как правило, это и есть приобретаемая недвижимость. На покупку квартиры на первичном рынке банкам необходимо наличие гарантии от казахстанской жилищной компании, то есть КЖК – договор долевого участия. Реже достаточно предварительного договора купли-продажи. По сравнению с 2022 годом ставки вознаграждения БВУ выросли в среднем на 2%. Условия и требования к заемщикам и залогу особо не изменились. В некоторых банках – РБК, Берекебанк, Исламский банк – выдавать рыночную ипотеку пока перестали. Чтобы было проще найти подходящее жилье, прямо при поиске квартиры на крыше вы можете выбрать год постройки. Сейчас покажу, как это делать. Заходим в приложение «Крыша КИЗ», выбираем «Купить квартиру» и в фильтрах задаем год постройки. Вот и все. Если же вы хотите купить вторичку, то существует такой вот фейс-контроль к жилью. Первый критерий – это возраст. В большинстве наших банков не дают ипотеку на квартиры в домах старше 50-57 лет. От материала и года постройки зависит размер первоначального взноса. Чем старше постройка, тем больше взнос. Второй критерий – юридическая чистота. Нужно, чтобы с документами все было в порядке. Посмотрите наш старый выпуск «Как подготовиться к ипотеке». Там я подробно рассказываю про этот момент. Если хотите взять дом в ипотеку, будут такие же критерии, плюс есть требования к участку. Целевое назначение – индивидуальное жилищное строительство, ИЖС, или личное подсобное хозяйство, ЛПХ. Простыми словами, вы строите дом для себя. Вы не можете открыть там бар или магазин без разрешения. Если вы живете в городе, то у вас будет ИЖС, а если в области – ЛПХ. Наличие инженерных сетей и коммуникаций. Простыми словами, в доме должен быть проведен газ, вода, отопление, электричество, телефонные сети и тому подобное. Кстати, интересно и важно, что на даче ипотеки не дают. Допустим, с виду выглядит как дом, а в документах – дача. Тогда оформить ипотеку на него не получится. Популярный вопрос. Чем ипотека от Отбасы Банка отличается от обычной ипотеки? Да, самая выгодная ипотека с наименьшей переплатой после 7-20-25 – это Отбасы Банк. Но большой минус – надо иметь 50% первоначалки. Еще в банке специфическая система кредитования. Первые 3 года после получения ипотеки вы платите сначала проценты на 100% сумму, а не основной долг. Но зато уже живете в своей квартире. На их сайте, не особо простом, есть калькулятор, чтобы рассчитать платеж. Вот так он примерно выглядит. Жмем сюда и вводим данные. Калькуляторы других банков мы не показываем. Они все, в принципе, одинаковые. При этом окончательный расчет делают только после подачи заявления. Что делать, если у вас нет 50% первоначального взноса? Остается только коммерческие банки. Если выберете этот вариант, то попросите сделать их предварительный расчет. Выбирайте условия с платежом, который будет вам комфортен. Не смотрите только на общую переплату. Большой плюс, если вы зарплатный клиент или имеете дополнительный залог. Важно уточнить, бывают ли ипотеки без первоначального взноса. В целом, нет. Но в последнее время такие предложения встречались. В чем же подвох? Они либо созданы для уязвимых слоев населения и доступны очень малому количеству людей. Либо это скорее маркетинговый ход банков. Должен быть доп. залог. То есть недвижимость, которую можно заложить помимо приобретаемой. Такие дела. А выводы делайте сами. Пока-пока.